здорова здорова всем добро пожаловать на канал racing games top drive с вами макс и сегодня мы играем в бим ng drive и сегодня мы будем проверять на прочность классические модели автоваза а конкретно у нас сегодня начинаем справа налево копеечка двоечка потом тройка четверка пятерка шестерка и семерка представим такую ситуацию что у нас машина стоит на горе так неожиданно до приехали ногу на горе на вершине горе оставили тачку и забыли поставить наручник и она покатилась и что произойдет с этой машиной у подножия горы так сказать за всю высоту то что она преодолеет сколько она раз перевернется и в каком состоянии она окажется внизу это будет довольно интересный эксперимент правда все они похожи ведь это же одна и та же база металл везде одинаковый чисто визуально на не только отличаться так что я думаю эффект будет примерно одинок за исключением четверки потому что у нее другой кузов по длине и так сказать и так ну чтож начнем с копеечки так это я специально поставил сюда пикапчик чтобы направлять так сказать машины и так копеечка подъезжаем на линию старта так в общем вот так мы из ставим так наручник ну что ж мы готовы три два один старт так чуть-чуть и придаем инерции все машина показилась у-у-у ваевая так вообще у нас крыши или крыша сплющилась ой загорелась у нас пожар на борту пожар на борту ой и не поздоровилась бедная копейка это просто комбо переворотов но она не заглохла посмотрите как деформировался кузов вообще что от него осталось задняя часть просто ужас это трешак какой-то просто крышу в мяло вообще просто эти колеса чел колес у нас даже колеса погнуть он посмотрите как она неровно стоит ну я сомневаюсь что тут кто-то выжил вообще это просто дикий трэш ну кому сможем а все машина заглохла да у нас полностью повреждена машина и кстати бензина нету мы потеряли топливный бак ну что ж оставляем ее тут переходим к двоечке подъезжаем на линию старта ну что ж готовы раз два три погнали а да кстати у двоечки тоже кузов универсал так посмотрим будет ли она крепче чем копеечка жестко-жестко ребята жесткая по моему она меньшую кувыкается а хотя нет вот здесь вообще жесть а это было больно было больно будем тоже крышу в мяло жизнь как она даже упала блин посмотрите наравне с копейкой жесть вот только посмотрите на это тоже деформировался вообще полностью весь кузов дверь кстати двери даже одной двери только нет остальные все на месте только искрежены жесть охренеть ну тоже тут никто не выжил она работает сейчас посмотрим да она работает а нет все также потеряли бензобак полностью повреждена машина посмотрите как деформировалась сиденье ну конечно багажник это вообще отдельная история так что переходим к следующей машине троечка посмотрим как себя проявит тройка подъезжаем к линии старта раз два три все инерция задана оп первое повреждение потрескали стекла так здесь у нас помедленнее она идет ой 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 так ну бензобак ну опять потеряли это что за утюг такой ой она вообще заглохо те кстати вот пока кувыркались они все работы по дверь полетела зайти сколько запчастей является на берегу ой она кстати смотрите как близко горе так ну чё смотрим но тут конечно вообще багажник багажнику очень смешно выглядеть перри к силу ее нахрен все просто она не работает до это тотал погнали дальше четверка мы еще потом детально рассмотрим их всех четверка будет ли крепче чем двойка мне вот интересно так все погнали так уже блин приличное повреждение у автомобиля очень много проектов она на крыше блин даже вот интересно двойку двойка против четверки давай 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 вот это кулынки кстати фигаси она разогналась посмотрите она в море сейчас улетит она улетела в море охренеть вы посмотрите на ней повреждение еще больше чем на двойке вообще в и всю заднюю часть до заднего ряда сидений вообще ее нету тут и и так взняла жестко посмотрите аккордан отделился да я то думал четверка покрепче двойки будет но нихрена все-таки вдвой в двойке металлы жестче погнали дальше не будем медлить погнали дальше пятерка но судя по четверки пятерка я че-то мне пятерка не не внушает доверие мне кажется что она хуже чем копеечка будет погнали ой как она тут подскочила то пока что рекордсмен по дальности у нас четверка ой как скурт весь бензин вылился прям видно было ой 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 детали полетели детали я заметил что что четверка что пятерка одинаково кружится но все таки мы в море не уехали она работает мы еще можем показать также вообще всю заднюю часть смело ее просто нету не позавидую так а чё она у нас еще работает даже передач переключает у нас же вроде бензобол колеса поворачиваться даже ну да мы пробили бензобак бензин вытекает ну конечно конечно блин копеечка тут поживее выглядит погнали дальше шестерка вот на шестерку у меня высокие ставки я думаю шестерка должна быть самой крепкой не знаю почему он просто не знаю мне так кажется что ее по качестве не собирали а все таки типа люкс люкс типа давай шестерочку не подведи ой как же жестко и житель представляете если оказаться внутри салона этого автомобиля это просто ну да тут нереально мне выжить ой 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 как закрутила закрутила у нас тут опять в задней части вообще ничего не осталось от задней части и мы даже на крыше остались в основном все машины на колес переворачиваться мы а кстати она еще работает и кстати мы не пробили бак но мотор вот мотору кирды потому что масляное голодание все понятненько давайте посмотрим чего у нас тут по повреждениям ну как я и говорил задней части вообще нет багажника в мяло ну перед но тут вообще короче очень жестко так же кардана делился погнали дальше последний автомобиль семерочка как справиться семерочка со своими со своим испытанием так сказать давай семерочку поехали ой чуть-чуть чуть чуть немножечко мы правее уехали ну думаю не сильно большая разница будет но еще даже на колесах держится не переворачивается все все теперь ее закрутила закружила и ой даже там загорелась чего-то бензин куда-то разогналась вообще она очень жестко разогналась перевер давай перевернись на колеса так она еще работает он она даже едет колеса даже крутится вы посмотрите жесть оба едет но мы побили бензобак даже посмотрите у нее передок тупой по сравнению со всей машиной передок у нее более-менее целый и даже крышу не так сильно в мяло как на остальных машинах ну конечно задней части тут вообще нету и так давайте еще раз пробежимся что мы имеем копейка копеечка ну копеечка даже не знаю вот если по пятибалльной шкале оценивать уровень повреждений то есть единица это очень там 0 единица это прям вообще жесть а пятерка типы мало повреждений будем так оценивать то по пятибалльной шкале и если все вместе взять чисто классику вот эту допустим 5 целый автомобиль 0 это вообще трэш то есть но у нас чё тут мотор ничего не работает ну и в принципе так крышу в мяло что жесть но в при этом часть багажника целое под капотка довольно таки целы ну давайте я не знаю если честно очень сложно оценивать поэтому давайте лучше ну допустим двоечка далее но тут тут примерно также под капотка тоже более менее целая задней части нету где водительское место тоже более менее целое но это так если сравнивать все их так далее тут у нас тут у нас более искореженная под капотка и вообще в целом кузов водительское место также еще посильнее чем предыдущая машина пострадала далее ну тут вообще мне сложно оценивать потому что машина вообще под водой тут под капотка более-менее целая задней части нету но в принципе они все блин даже вообще в принципе у них у всех под капотка более-менее целая но шестерки то конечно тут похлеще будет и семерка ну я не могу сказать что вы тут какая-то машина выглядит более живой это все хлам все в утиле их сдавать надо поэтому крайне хотя я думаю даже иномарка тут не справится но это мы проверим следующих сериях посмотрим а у меня еще есть восьмерочка потом есть приора и есть пока мы еще их сравним а и сравним фиат с которого сделали копейку посмотрим как там с безопасностью а на этом все спасибо что смотрели этот видос ставьте палец вверх если понравилось ставьте дизлайки если не понравилось комментируйте всем до новых встреч всем пока и и Субтитры создавал DimaTorzok